Таджикистанец отбывает срок в России из-за показаний Муфтия. Туркменистан вошел в топ-10 стран с самой жесткой цензурой. Заофарос объявила о своем банкротстве. Родные 29-летнего осужденного в России таджикистанца Убайдалота Гоева пытаются доказать сфабрикованность уголовного дела в отношении молодого человека. Обращение родственников к президенту ситуацию не изменило. В отчетном письме от Кремля сообщается, судебная власть является самостоятельной и независимой. Поэтому исполнительная ветвь власти не может повлиять на ее решение. Напомним, Тогоев был осужден в России в конце 2018 года и сейчас содержится в колонии города Благовещенск Амурской области. Российские силовики сфабриковали против него уголовное дело и обвинили его в содействии террористической организации, приговорив к шести годам лишения свободы. В разговоре с Ради Азади родные Тогоева рассказывают, несколько раз он становился свидетелем того, как перед совершением молитвы в мечеть приходили полицейские и некоторые мигранты в спешке уходили оттуда. У него документы были в исправности, поэтому без всякого страха он спросил у полицейских, почему они притесняют верующих мусульман. Те ответили, что они наблюдают за общественным порядком в мечети по просьбе имама. Поэтому Байдуло позже задал тот же вопрос имам Хатыбу в мечети, муфтью Красноярского края Гиязу Фаткулину. Не выдержав такой дерзости, имам обвинил таджикистанцев в причастности к экстремизму и пригрозил, что им займутся соответствующие органы. Именно после этого Тогоев был задержан сотрудниками спецслужб и помещен в СИЗО. Туркменистан возглавил топ-10 стран с самой жесткой цензурой по версии Международной организации Комитет по защите журналистов. Также в этом списке оказались Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба. Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации. И запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования. Сама цензура является широко распространенным явлением, пишется в документе организации. С середины 90-х СМИ Туркменистана превратились в рупор власти. По данным Международной организации, в Туркменистане СМИ служат рупором власти, а иную точку зрения могут позволить себе высказывать лишь масс-медиа, находящиеся вне страны. И даже если иностранному журналисту позволят въехать в страну, то за ним будет вестись пристальное наблюдение. Рейтинг составлялся на основании ограничения свободы прессы, а именно тюремного заключения, репрессивных законов, слишки за журналистами и ограничения доступа в интернет и социальные сети. Напомним, что жесткая цензура над средствами массовой информации существует не только в Туркменистане, а является характерным явлением для всего региона Центральной Азии, в том числе и для режима Таджикистана. В своем недавнем интервью известный правозащитник Иззат Амон сообщил, что в Таджикистане есть жесткая цензура, и любой независимый журналист преследуется сотрудниками спецслужб за публикацией объективной информации в СМИ. Одна из самых крупных и успешных компаний Таджикистана заявила о самоликвидации. По сообщению ряда СМИ со ссылкой на пресс-службу «Заофорос», компания подала заявку в налоговый комитет страны о добровольной ликвидации общества. В появившейся ранее в сети копии письма от «Заофорос» налоговому комитету Таджикистана говорится, что общество потеряло свою конкурентоспособность на рынке страны в вопросе поставок ГСМ в республику. Также одной из причин финансовой неблагополучности указывается глобальный экономический спад, затронувший и местный регион. Хотя они последовательно старались не оглашать истинных владельцев «Фороса», но... Напомним, что компания «Форос», владельцем которой является один из зятей президента страны Шамсуло Сахибов, была создана в 2008 году и занималась ввозом и реализацией ГСМ. Но со временем компания расширила свою сферу деятельности, став монополистом в нескольких бизнес-направлениях. В сферу ее интересов входил сбор лекарственной ферулы, поставка автомобильных газонумеров, проведение техосмотра автомобилей, учебные центры по автовождению, производство змеиного яда, туристические объекты СПА, горнолыжный курорт, строительство, владение месторождениями, металлургия, банковская деятельность, медицинская диагностика и другое. Также 9 сентября журналистам стало известно, что «Форос» собирается построить в Сагдийской области три международных автомобильных терминала, и что для этого компании были выделены земельные участки. Руководитель редакции OCCRP, Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Илья Лазовский, в интервью «Радио Азади» заявил, что решение компании «Форос» о самой ликвидации связано с испорченной репутацией. Они, видимо, решили, что имя компании «Форос» ассоциируется с той большой историей. Сейчас, если кто-то прогуглит имя «Форос», они сразу наткнутся на расследование, где объясняется, насколько компания получала выгоду от коррупционных схем. И, может быть, они теперь будут скрывать свой бизнес за другим именем. Возможно, что они не сворачивают свой бизнес, а просто перейдут активы какой-нибудь другой компании. Стали достоянием широкой общественности через субъектов информационного пространства. Может быть, с тем, чтобы каким-то образом изменить общественные мнения, решили ликвидировать формально.